Здравствуйте. Я вот в прошлый раз всё хвалил Наполеона, вот он военный гений, всё это так, но справедливости ради, надо сказать, о совершенно фантастическом человеке Александре Васильевича Суворове. Это наш российский военный гений, это был действительно гений войны, он как бы, так сказать, жил войною, представляете? Вот был такой случай с ним, он ещё был относительно молодым офицером, он долго очень служил в армии, до глубокой старости, то есть относительно молодой, это вполне зрелый. Так вот, он был ранен накануне тяжело, командовал, ну где-то с турками, как всегда, воевал, и он был очень слаб, он команды отдавал, его два офицера держали под руки, а команды он третьему на ухо шептал, и тут дальше передавал громким, язычным голосом, командным голосом. И так он преобразился во время битвы, что закончил битву уже верхом на коне, команды, вот, в полный голос, вот, и вот так вот преображала война, гений был военный. Он, кстати, вот удивительное свойство, меня вот учили всегда, хочешь командовать, умей подчиняться, он не умел подчиняться абсолютно, он мог быть только вот самым главным командиром. Был такой у него случай, он участвовал в осаде крепости Азов, командовал всем этим делом фаворит императрицы Потемкин, князь Потемкин, таврический. Специфический он был человек, у него каждый вечер оркестр итальянский играет музыку, ну, не по-суворовски это все, Суворов там морщился, морщился, отпросился поехать повоевать вместе с австрийцами против турков. Ну, с ним, конечно, было две или три тысячи русского войска, ни одного же его посылать в командировку, ну, к союзникам отпросился повоевать. На реке Рымник случилась у них встреча с турками, когда Суворов приехал к австрийцам, австрийцы ликовали, а их было тысяч десять тоже, а турков было тысяч сто двадцать, представляете, сколько? Ну, мы не можем с Суворовым проиграть, австрийцы обожали просто Суворов, они называли его генерал вперед, генерал форвардс. Вот, и действительно, турки бежали от Суворова, понимаете, так сказать, Паша их пытался остановить, своих турков, стреляя по ним из пушек, что там пушки, там же Суворов с горсткой, значит, солдат русских и австрийских. На реке Рымник это было дело, его потом, значит, называли, значит, вот он Рымникский, такой у него был титул, да, вот, граф Рымникский. Вот, фантастический был человек, прям не могу никак пережить, сказки про него можно рассказывать. Было, у него дело было, на Кинбурнской косе, Кинбурнская коса, это недалеко от Николаева, по-что ли, коса в море. На ней у Суворова было укрепление, турки высадили десант, Суворов был ранен, лежит без сознания на спине, кровь пропитала рубашку, пропитала песок под ним, он лежит без чувств. Турки заняли укрепление, добивают раненых, все, полное поражение, полная конфузия, как говорится. И тут, это как сцена из фильма «Терминатор», часть вторая, значит, включил запасное питание, пришел в себя Суворов. Суворов дёрнулся, поднялся, огляделся вокруг себя, собрал остатки разбитого своего войска и разбил турков. Для победы не хватало того, чтобы пришел в себя Суворов. Действительно, просто фантастический был гений войны. Кстати говоря, была такая реклама, помню, по телевизору, Суворов где-то на застолье с императрицей Екатериной, что это гнязь Александр Васильевич ничего не ест. Так ведь постматушка нельзя до первой звезды, звезду Александра Васильевича, помните? И вот, значит, дальше очень характерная сцена. Он так вот, сидя, здоровья императрицы, пишет, твоём, Катя, будем. А на самом деле, это очень хорошо в этой рекламе зафиксировали отношения между императрицей и Суворовом. Я вам потом как-нибудь расскажу, что это их связывало в их истории. Всего доброго, до свидания, всех благ.